Сейчас придем к тому, где девчата прививают Это подвойник, это дикое растение Мы его заказываем с Японии Семена Оно устойчиво к практически всем, 99% болезней в нашем регионе Это очень агрессивное, сильное растение Которое растет при любых условиях Засухи, наводнений Главное механически его не скатить На него мы и прививаем арбуз Арбуз вон в кассетах Это привой так называемый Это арбуз, тот который нам нужно получить Вот мы выращиваем его в кассетах 256 Как можно больше, чтобы экономить место И дальше мы будем вытаскивать эти растения из кассеты Промывать корень, что здесь, что здесь И потом соединять их И вы увидите Так это гибрид, да? Это гибрид, да Это ранний гибрид Ну, чтобы вы понимали Гибридизация это не ГМО какое-то Или что-то такое Это, знаете как Поочередность опыления арбуза То есть у арбуза может быть Две мамы, один папа Да, то есть если правильно Очередность опылить И любой переопыленный арбуз Даже сортовой Он является гибридом То есть если вы посадите Там тот же холодок И его опылить Русская березка, да, там например Это уже будет гибрид Ну пойдем дальше А это что за теплица? Как она называется? Парни прививка Водка, паленка Обязательно атрибут Для того, чтобы дезинфицировать руки Потому что Ну, это операция По сути дела идет И, то есть Один надрезается И второй надрезается Потом друг друга вставляется Ну, то есть Оживляем сок Как у человека кровь Да, там То есть Нужно дезинфицировать Из-за этого используем Ну, такой Простой с одной стороны С другой стороны Очень эффективный метод Это Ну, с помощью алкоголя Обрабатывание Ну, то есть Всех Лезвий Там Получается Всех рук Прищепок Именно Пусть она Некачественная Никто ее не пьет здесь Да, там Ну, имеется ввиду Руки она хорошо дезинфицирует Что такое привой? Привой Это арбуз Что прививают А подвой Это что Под На которые Ну, то есть Мы Под И вверху Вот Надрезают Арбуз Снизу вверх Чуть-чуть Засечку делают Грубо говоря Вот так Раз Подвой В обратную сторону Совсем Ну, тогда вот Отрезается Точка роста И плюс Надрезается Вот так Слишком Так Далее Увелирная работа Далее Вот это вот Уже Привитое Так сказать Растение Парни с помощью грязи Обязательно с помощью грязи Это все делают Чтобы Принялось Лучше Сразу же То есть Начался Роться Да Ну, то есть Точка роста Она оставляется Одна с вами Семидоля Семидоля Чтобы Фотосинтез Шел у растения Все равно Шел у растения То есть Отрезается Загибается Один листик Загибается Листик Для того Чтобы долезть До точки роста Вот так Берется Раз Обрезать Чтобы с точкой роста Именно Я вам потом покажу Почему Где-нибудь Чуть-чуть Не дорезана Точка роста Начинает расти Ну, дополнительную Операцию Тогда нужно будет Делать И Берется лезвие Заходит Сначала Чуть-чуть Само растение Потом Проворачивается И идет Как бы По над стенкой С другой стороны Вот так вот Вот То есть Не просто режется А Чтобы Зайти чуть-чуть Нам нужно Как можно больше Живой ткани Что с одной Что с другой стороны Специально Для новичков Которые в этом году Прививали Начали прививать Обязать Мы специально За две недели Раньше Начинаем Сажать Арбуз По чуть-чуть И привод Чтобы они Учились У нас вообще Как бы Все отделения Названия имеют В той теплице Первое отделение Это родилка Ну, где рождаются Семь Потом детский садик Потом школа Это институт Ага Там дендрарий И Там выпуск Да, там То есть идет С последней теплицы Будут выноситься Вот эти растения Для того Чтобы вывозить В поле В открытый Грунт Чтобы сажать Ну Это сажается Не для открытого Грунта А для термосов Так называемых То есть полевых Теплиц Мы это будем Высаживать Примерно В первых Числах Апреля Это будем Высаживать В поле Уже Да То есть Там будут Уже стоять Дуги Пленка Натянута Капельная лента Уже полив Будет К этому Времени То есть Мы берем Загружаем Это все На В кузова И везем На поле Там достаем И сажаем В пленку Там Ну Грубо говоря Через метр Вот эти вот Растения И Накрываем Сверху Термосом То есть Сверху Пленка Еще Для того Чтобы создать Парниковый эффект Там В поле И температура Будет выше В любом случае Держаться И Лучше Просто будет Приживаться Расти Эффективнее Это все И уже К маю К июню У нас уже Появится В этом термосе Уже Развитое Растение Уже В июне Месяце В конце Мая Это уже Растение Будет Зацветать Там То есть Все Все Рассчитано Вплоть До того Что День Два Вот Так То есть Идет Расчет Такой Серьезный То есть Когда Это Прививать Когда Это Растение Прививать Если У нас Девчата Не успевают Прививать Или Кому Кому То Нужно В выходной То У нас Девчата Остаются Например В воскресенье Прививают Этот процесс Останавливать Ни в коем Случа Нельзя Образно У нас Праздник Мы пошли Отдыхать А это Подождет Нет Такого Нет Не важно Восьмое Марта Будет Или Двадцать Третье Февраля Все равно У нас По графику Стоит Прививка Значит Прививать Значит Видите Вот Уже Арбуз Начал пускать Первый Настоящий Лист Вот Это Говорит О том Что Растение Уже Прижилось Я сейчас Сниму Прищепку Уже Прижилось И вот Уже Прищепка Не нужна Нет Прищепка Она На всем Вегетационном Периоде Будет То есть Она Специально Сделана Прищепка Так Кстати Мы Пережимаем Оно При росте Она будет Дальше Раскрываться 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 Да То есть Зажимать Корень И мешать Растению Оно То есть Зажимать Стебель И мешать Растению Оно Не будет Да Где вы Покупаете Такие Необычные Прищепки Вот эти Прищепки В Китае Покупаем Сам Подвой В Японии Да Арбуз Это Это у нас Соренто Это Сингентовский Арбуз Да То есть Так Арбуз Сингентовский Ну в районе Четырех Рублей Семечка Идет Это В районе Двух Рублей Вот это Плюс Отход Определенный Будет То есть Вот вы видите Например Здесь Ну вот он Видите Вот высыхает Неизвестно Выживет Растение Или нет Если нет То это Удалять Нужно Будет То есть Ну Здесь 20 рублей В итоге В итоге У кого Себестоимость Этого У кого 20 рублей Ну Без Химических Средств На собственной Земле Получить Урожайность 50 тонн С этим Очень Реально Приживаемость Здесь Естественно Не 100 Процентов Идеал Приживаемости С выходом В поле Это 80 Процентов Мы На это Идем То есть Если взять По себе Стоимости Ну Чтобы вы Понимали Сколько Стоит Один Саженец Уже Высажены В поле Это Зачастую Фермеров Интересует В районе 20 рублей 20 рублей Один Саженец Идет Количество Растения Привитых Естественно Меньше Чем Если Не привитых Растений Высаживается В поле На гектар То есть Если Нормальное Количество Без прививки Это Около 8 тысяч Растений На гектар То Привитых Это 4 тысячи В два раза Меньше В два раза Меньше И Почему Потому что Ну Очень Сильная Вегетация Идет У привитых Растений Наверное В 3 А то и в 4 Раза Больше Чем У Непривитых Растений Корень Как я уже До этого Где-то Говорил Да Там То есть Получается Если у обычного Арбуза 6-8 Кубических Метров Арбуз То у этих Растений У этого Растения Привитого 18-20 Кубических Метров Арбуз Занимает То есть Столько Корней Пускает Плюс Ну Такой Нюанс Что Это растение Устойчиво К болезням То есть Фунгициды Применять Не надо Но мы уже Перешли На ту стадию Что Мы уже 6 лет Не применяем Фунгициды Даже На непривитых Растениях То есть С бахчевыми Это проще То есть Защитить От корневых Гнилей С помощью Биопрепаратов Прекрасно Можно Бахчевые Растения Да Там Ну И еще Тут вообще Даже и Биопрепаратами Не надо Работать В поле Преимущество Еще Прививки В том Что Растения Становится С высокими Показателями Турго Тургора То есть Жесткости Жесткости Самого растения Плюс Увеличивается Ворсистость Растения Стеблей У этого растения Какие то Преимущества Дают То есть Чем Жестче Ворса Тем Неудобно Передвигаться Насекомым И муравью По ней То есть Неудобно Заносить Тлю На растения И если Взять Растения Которые Не привито И привито Мы зачастую Видим Что на Не привитом Растении На обычном Всегда Тля сидит Ее много Полно На этом Растении За сезон Если за весь Сезон На поле Мы можем Один Два Очага Увидеть И все То есть Не применяя Опять же Инсектициды Мы можем Такую картину Видеть То есть Порога Порога Вредоносности Уже нет То есть С помощью Этой прививки В Ордании Мне озвучили Как Какую там Урожайность Получают В районе 180 тонн С гектара Вот так То есть Если применять Высокие дозы Удобрений Если Ну там Защищать Определенные Условия Если температурный Режим Хорошо сложится Если Ветра Не будут Влиять Как-то Ну то есть Там много Моментов То идеальные Условия Если создать Идеальные Условия Для привитого Растения И насытить Питательными Веществами Минеральными Удобрениями Не важно Органическими Удобрениями В правильной дозе Можно получить 200 тонн С гектара А вы В прошлом году На привитом Участке И на Непривитом Разница Какая была На привитом На привитом 55 тонн С гектара Было у нас На непривитом В районе 13 Вот в этом году Только мы выходим На 100% Прививку Всех своих площадей А вот В прошлом году Мы всего Прививали Всего лишь 120 тысяч Это у нас Занимало Ну порядка 60-70% Вот так То есть А в этом году Выходим на 100% А любой гибрид Подходит для того Чтобы его Прививать Есть определенные Схемы То есть Есть вообще Не приживаются Между собой То есть Есть определенные Схемы То есть Определенный гибрид Или определенный Сорт Мы сорта Прививаем То есть С этим Именно подвоем Сживаются Есть которые Не сживаются Есть разновидности Подвоев Других Которые можно Если даже Ну это все До того сыра У нас в России Да и вообще в мире Что эти все Эксперименты Нужно самим проводить То есть Раз попробовали Ага плохо Приживается Нельзя его приживлять Да там То есть И этим мы Занимаемся Уже 6 лет И вот На 100% Результат Мы пришли Только спустя 6 лет Если например Сейчас Взять и сказать Вот фермер Хочу посадить Все По двое То у него Скорее всего Не получится Не из-за того Что я делиться Не буду А из-за того Что Просто Для его земли Для его условий Нужно подбирать Во первых Сорт или гибрид арбуза Правильный Да то есть Если вы Привьете К примеру Крупный арбуз Он Учитывайте Что будет На прививке Еще крупнее То есть Он Для продажи Оптом Может уже Не пойти То есть Нужно Прививать Определенные Сорта Например Мы специально Для того Чтобы вырастить Крупный арбуз Мы наоборот Берем средний Для прививки И Прививаем И он Получается Крупным Но Для опта Определенные Критерии Мы оптом Не продаем Арбуз Мы все Реализовываем Здесь С торговой Точки А для опта Свои Критерии Им нужно Подбирать Каждому Фермеру Под своих Оптовиков Которые Закупают У них Бахчевые Уже В сезон Определенные Сорта И смотреть Какой Подвой Использовать Для того Чтоб Именно Эти сорта Приживались На этом Подвой То есть Тут Технических Моментов Конечно Рентабельность Выше На привитом Арбузе Прям Наверное Раза в четыре Выше Чем На непривитом Арбузе Знаете Как И тут Самое главное Что Тут Уходим От рисков С помощью Прививки Уходим От рисков Это Каких Это Недостаток Питания Ну К примеру Если взять Засуха Да Засуха Да Пошла Хоть у нас Все поля Орошаемые Но Засуха Очень сильно Тоже влияет То есть Это Капельные поливы Да Капельные поливы Вот То есть У нас были поля В прошлом году Где мы получили По 5 тонн С гектаром Всего лишь Арбуза Это без прививки Да По 5 тонн Это убыточно Да Даже продавая В розницу Да Это уже убыточно То есть На прививке Такого не может быть То есть Здесь минимум Если ты вообще Ничего делать не будешь Только сорняк Убирать будешь Тебе 20 тонн Она даст 20 тонн Она даст Это уже Перекроет Рентабельность Это 100% Ты заработаешь Ну Естественно Продашь Это все А не оставишь Поле Ну да Вот Большое преимущество Еще в подвое Это защита от града От града Сравнительно Да То есть Ну я не говорю Вот такого града Ну мелкий град Не повреждает арбуз То есть Не пробивает его Были моменты Когда проходил град Где не привитый арбуз Там его пока ваш мать На 100% Утилизация А здесь 100% Осталось То есть Даже не гибрид Толстокорый А просто прививка Уже спасалась А близственность В арбузе И в привитом Больше сухого вещества Идет Больше сухого вещества И плотность коры Идет намного плотнее И Что немаловажно Она Как сказать Она играет Ага Это пружиневает То есть Он Если зеленый арбуз Ну еще не созревший То он Такой вот Чуть мягковатый Идет То есть Но Сама кора Она довольно таки плотная То есть Попадание в градины Туда Именно на этот арбуз Чисто амортизирует А Рикошет Да Уходит Да А если Не привитый арбуз Он пробивается Кора И все То есть В этом преимущество Плюс само растение То есть Сами листья Сами стебли Они больше Мощнее Тверже Ну как я говорил Варса есть на нем Сильнее И также И градом Менее повреждаются Ну если мелкий град Брат И по поводу восстановления Ну извините Корень В три В четыре раза Больше И сразу И восстановление Быстро идет Был момент Когда у нас Выбило Таким градом Прививку Совсем Я думал Все уже Забуду Так он там Дал такой урожай То есть Скосило всю листву Стебли остались Тогда Было только Начиналось Цветение Ну думаю Все уже Да Эти листья Точнее не листья А стволовые Остались Начали пускать Новые листья Грубо говоря Произошла Диссекация Корень Рос Продолжал Расти А верхушку Образно Град Убрал И в конце Концов Корень Вырос И потом Дал Все Хорошо Для Самого Растения Урожайность Была Капитальная Хорошая Вот так